Всем привет, друзья! Ну что, с возвращением Оля! Вот, так бы я назвала этот эфир, но я назвала его по-другому. Я назвала его «Как разрешить себе деньги» и, наконец-то, сегодня мы с вами встретимся в прямом эфире, потому что я уже очень сильно соскучилась, и сегодня можно поднять бокал, потому что сегодня я закончила запись огромного тренинга, и это была для меня очень непростая неделя, честно вам признаюсь, потому что я человек, который очень любит делать такие, знаете, огромные объемы очень быстро. Я человек про скорость, про быстро. За счет этого, конечно, я в жизни бывает такая, немножечко лажаю, знаете, как вот первый диктант написать и какую-то дурацкую ошибку сделать, но, тем не менее, это мое качество, это часть меня, я это уже приняла как свою супер-пупер силу, и, соответственно, всю неделю я этим занималась, отказавшись практически от всего, чего только было возможно, превратилась в какую-то женщину, сосредоточенную только на этом, но мега-супер с собой горжусь. И как раз я записывала и занималась марафоном, который называется «Денежный портал», который уже идет, который будет идти достаточно долго, до конца декабря месяца. Но речь сегодня не об этом. Речь о том, конечно же, что раз он касался денежной темы, то я вся пропиталась этими деньгами, огромным количеством практик, которые я делаю и делала, медитациями, которые я проходила сама, потом создавала сама. В общем, очень много информации различной, что называется, перебрала, переделала и, конечно же, повскрывала в самой себе невидимое количество всяких штук. И могу вам сказать, что обнаружила весьма интересные вещи. Но сегодня мы с вами, наша тема эфира звучит «Как разрешить себе деньги?». И эта история как раз о том, не просто как разрешить себе деньги, ну типа «А что это за такое? Я себе разрешаю деньги». На самом-то деле в каждом из нас есть два уровня, таких глобальных. У нас есть уровень сознания и есть наш уровень подсознания. Уровень сознания – это, в принципе, когда мы находимся с вами в бодрствующем состоянии, мы как будто бы находимся на уровне сознания. Почему «как будто бы?»? Ну смотрите, чтобы вам было понятно, у нас есть таких, ну стадия нашего бодрствования, когда мы находимся вот в таком нашем трезвом состоянии. Ну представьте себе, что вы приходите на вечеринку, на фуршет, и там стоит огромное количество еды. Если вы из тех людей, которые следят за своей фигурой, которые очень чётко знают, что они едят или не едят, вы берёте тарелочку, тщательно проходите, смотрите всё, что лежит на тарелочках, выбираете для себя то, что вы едите, собираете для себя одно блюдо в одном объёме, потом идите, садитесь за стол, или там ходите, и в течение всего вечера вы едите это. Но, если мы с вами, я уверена, что вы были в отелях All Inclusive, или наблюдали на вечеринках, и вы знаете, что когда люди видят огромное количество еды, они на тарелку бросают всё. Мы можем увидеть тут картошечку фри, макарошечки, суши обязательно, лапку лобстера и что-то ещё. Мало того, человек ест из этой тарелки и постоянно в неё докладывает. И если в конце вечера, я попрошу вас, у всех висит, если в конце вечера я попрошу вас сказать, что вы съели, то вы скажете, ой, вы об этом вспомните только с утра, когда у вас будет болеть живот, или простите, когда вы будете стоять над унитазом, потому что ваш желудок не в состоянии всё это переварить. Причём здесь сознание. А сознание здесь при том, что у него есть несколько крутых особенностей. Одна из особенностей сознания, в нём всё время кишит работа, оно всё время переваривает мысли. И в большинстве своём люди абсолютно не контролируют то, о чём они думают. Мы впускаем в свою жизнь всё, что проходит мимо. Вот мы заходим, например, в метро или маршрутку, там идёт какой-то разговор. Мы волей-неволей слушаем этот разговор, а иногда ещё вклиниваемся в него или начинаем на его тему рассуждать. Мы листаем ленту и комментируем разных людей, и бывает, что какой-то негатив выливаем и так далее. Мы приходим на работу, а там происходит какая-то ситуация, а что-то рассказывает подружка на перерыве о том, как у неё что-то происходит в личной жизни, или обсуждают другую подружку, и вот мы уже здесь в этих разговорах. Затем мы включаем телевизор и начинаем уже смотреть, что там по новостям. А если вы ещё сидите в Фейсбуке, вот уж где жизнь кишит. И вот этим вы живёте. Потом у вас происходит какой-то конфликт в школе у ребёнка, и вы уже весь в выяснениях отношений этого конфликта, вы полностью этим живёте. У вас уже вы расстроены, да, часто вы, когда приходите домой, вы говорите, ой, я так расстроен, или я так устал, или у меня такое произошло. Вот, ко мне подошли на работе, он со мной не поздоровался, не подал руку. И вот ваша жизнь. Это то, чем занято ваше сознание. Первая история. История номер два. Что такое ваше подсознание? На наше подсознание чаще всего падают два момента. Первое. Это то, что нам очень часто повторяли с помощью средств массовой информации, с помощью родителей, например, что ты такой бестолковый, ты у меня растёшь, ты такая неряха, ты ничего не умеешь, и так далее. И второй момент, на подсознание падает что-то, когда мы переживаем это в жуткой эмоции. То есть, когда мы стрессуем какую-то ситуацию во взрослой жизни или в детстве, и у нас это отпечатывается. То есть, мы сразу же, ну, например, я неоднократно приводила пример, чтобы был понятный, когда мужчина, например, в сексе говорит тебе, блядь, да ты вообще бревно. И у женщины, например, включается такая история. Или наоборот, женщина говорит мужику, слушай, ты вообще не можешь, у тебя вообще что-то. И всё, и у мужчины начинаются проблемы в сексе, потому что у него заложилось на уровне подсознания, упало, что, блин, он что-то там не может. На самом деле эти программы падают очень много. Когда говорят там, что ты в детстве всё время болела, дети в детстве всегда болеют, и мы врастаем, и наши дети в детстве всегда болеют, потому что мы живём с чёткой установкой о том, что дети всегда болеют, например. Или когда говорят о том, что не свести денег не будешь, помните, и вы точно знаете, что у вас там кто-то свести, значит, денег не будет. Короче, таких историй очень много. Так вот, наш уровень сознания и уровень подсознания, они тесно между собой дружат, потому что сознание, пропуская мусора очень много, если вы не фильтруете, что вы пропускаете, то в результате в нашем подсознании устанавливается множество программ. Как работает подсознание? То есть сознание – это то, что слышит. Как работает подсознание? Подсознание работает таким образом, что это как некая постоянная вибрация, радиоволна. И если вы не слушаете сейчас, например, радиошансон, то это не значит, что оно не играет, понимаете? Если вот есть множество радиостанций, и вот точно так же, как на эту радиостанцию, когда ты настраиваешься, ты её слышишь, точно так же у нас есть очень много внутренних настроек, которые автоматически притягивают к нам подтверждение того, что в нас вибрирует. То есть если у вас вибрирует программа антиденег, что нужно быть бедным, что деньги – это сложно, вы можете об этом не думать, но она на автомате, на вашей вибрационной энергетической волне подтягивает к вам всё, что будет доказывать вам, что вы бедный, и всё, что будет отталкивать от вас деньги. Это сейчас понятно? Давайте чуть-чуть. Интересно, неинтересно, понятно, непонятно. Галочки. По поводу сохранения эфира. Я свято надеюсь, что он сохранится, но не буду обещать, потому что инстаграмчик бывает делает какие-то свои коррективчики. Так. Интересно. Хорошо. Если вдруг что-то неинтересно, говорите мне, я буду переключаться. Теперь смотрите, следующий момент. Я уже не помню, с чего мы начинали и с чего не начинали, но история такая, что у нас есть наш уровень сознания. Давайте ещё одну такую связку вам расскажу, чтобы вам ещё стало больше понятнее. То есть смотрите, я изначально привела пример с едой, что когда мы едим сознательно, у нас есть сознательная цель, я хочу красивое тело, поэтому я не ем всё подряд, и у нас есть результат. Результат. Результат – это то, каким наше тело является. То есть мы с вами это видим. Как это происходит в нашей жизни с сознанием и подсознанием? Когда мы с вами бессознательно живём, то есть мы живём, вот наш мозг питается тем, что ему даёт. То есть вы всё в себя употребляете. Надо обсудить негатив, значит, негатив. Нужно то, нужно то. По факту на ваше подсознание что-то падает. Это вот вы не понимаете даже, что падает. Но у вас откуда-то появляются установки, которым вы начинаете следовать. То есть вы даже не понимаете, откуда они взялись, но у вас есть некие программы, которым вы следуете. Неважно, вы там экономите, тратите, считаете, что денег в стране нету, или что им вам не хватит, или что много никому не платят. Вы не знаете. То есть вы этого даже не осознаёте. А результатом, то, что в фигуре является телом, у нас результатом является наша реальность. То есть если ваша реальность, мягко говоря, вас не устраивает, это означает, что у вас, ваше сознание, оно бессознательное. Вы не подбираете то, о чём вы должны думать. А почему не подбираете? Потому что до тех пор, пока человек в питании, не понимает, в чём разница между белками, жирами, углеводами, и вообще хотя бы чуть-чуть не понимает, от чего мы набираем вес, от чего мы набираем энергию, что такое быстрые углеводы. То есть пока мы не разбираемся в этом, мы не можем этим никак что-то отбирать. Мы просто выбираем то, что идёт. В детстве мы что едим? То, что дают родители чаще всего. И когда родитель говорит, это она толстая, потому что она не то ест, это она толстая, потому что ты покупаешь ей такую еду и не фильтруешь, что она ест. Вот, собственно, и всё. Соответственно, появляется история, что для того, чтобы мы могли управлять своей жизнью, наша задача изначально начать управлять своим сознанием и поставить некий фильтр на входе и понимать, а что я хочу пропускать, а что не хочу. А для того, чтобы понимать, что я хочу, а что я не хочу пропускать, нужно понимать, какие последствия ведут, те или иные мысли к каким последствиям ведут. Правильно? Потому что когда мы понимаем, что, например, есть главное правило, правило главное гласит, что то, о чем мы думаем, то и растет. Это правило сознания. Как это выглядит? Если, например, у вас есть долги, и вы все время думаете о том, что вам нужно отдать долг, где мне взять деньги на долг, что же мне делать, чтобы разрешить долг, то растет ваш долг. Вот такая интересная вещь. Если вы все время думаете о том, как решить проблему, то растет ваша проблема. Вот такая интересная связочка получается. Соответственно, для того, чтобы мы могли решать что-либо и искать решение, нам необходимо поменять свою вибрационную частоту. Потому что каждая мысль, давайте еще небольшая такая история, уже сейчас доказано, что мы живем и существуем и находимся в квантовой реальности. Что такое квантовая реальность? Ньютон когда-то доказал, ну как бы сделал такое исследование, и по ньютоновской модели мы очень долго жили, что все в мире имеет некую причину и следствие, и что все, что у нас существует, существует раздельно. То есть каждый человек и каждый объект не имеют отношения друг к другу. Квантовая физика доказала, что все, что существует в мире, это все едино, все энергетическое поле. И если бы нас, например, сейчас просветили каким-то супер рентгеновским лучом, то мы бы не увидели ни домов, ни машин, ни деревьев, ни людей. Мы бы увидели такую большую энергетическую паутину, вот знаете, как ниточки, которые в каком-то пространстве, лабиринте, да, таком, как это называется, лазерный лабиринт. Вот представьте себе, и что исходя из того, какая вибрация есть у нас, мы отличаемся лишь энергетической вибрацией. Давайте представим это в виде разных цветов. И в зависимости от того, какого цвета ваша вибрация, вы притягиваете к себе все этого же цвета. Ну вот представляете себе это на секундочку. Такая вот вам образная картина. И исходя из этого, мы понимаем, что когда мы сосредоточены мысленно на низких вибрациях, так называемых, наших проблемах, на бедах, на, ну в общем, на каком-то мусоре, мы этот мусор к себе притягиваем еще больше. И для того, чтобы нам начать притягивать что-то другое, нам необходимо перестроиться на другую частоту. И вместо того, чтобы пытаться решить проблему, заниматься тем, что сегодня для нас является, то есть думать об этом не в контексте проблемы, например, мне нужно погасить долг, а в контексте того, что я зарабатываю какую-то сумму денег. И тогда ваш мозг будет настраиваться непосредственно, он будет подтягивать решения, какие-то определенные ситуации, потому что наш внешний мир реагирует на внутренний. Наш внутренний мир – это наши мысли. Наш внешний мир – это реальность, которая есть. И в зависимости от того, о чем мы думаем, на какой частоте мы находимся, реальность нам подтягивает решения, подтягивает людей, подтягивает ситуации, в которых мы можем находиться. Так вот, история про то, что когда у вас есть финансовые проблемы, это история вашего жесткого подсознания. Это говорит о том, что у вас в подсознании есть некий набор программ, так называемых убеждения, это можно назвать еще синонимом, которые на энергетическом уровне делают некую энергетическую вибрацию, которая подтверждает вам и подтягивает к вам все, что подтверждает, что ваша внутренняя программа из себя представляет. То есть если вы уверены, что ваша жизнь говнища, и сейчас ничего нельзя исправить, то вы будете в реальности находить миллиард подтверждений тому, что это так. История про черную полосу не просто так придумана. Это история про вашу вибрацию, что когда у вас начинается негативная полоса, это не полоса, это ваша вибрация, и вы как пылесос втаскиваете в себя все черное. То есть вы настраиваетесь на негатив, и у вас начинается циклическая реакция, потому что реальность к вам очень быстро подтягивает. У реальности есть такая интересная особенность, я это замечаю, она гораздо быстрее и с большим удовольствием подтягивает негативные ситуации, нежели положительные. Я этот момент пыталась понять, осознать, и поняла, что эта история работает на самом деле не так, она работает по-разному, но все зависит от того, какой энергии в человеке больше. То есть когда мы повышаем себя энергетически, когда мы начинаем над собой осознанно работать, ставить фильтр у себя в голове и повышать свои вибрации, то мы можем гораздо быстрее притягивать хорошее. Это называется понятие такое синхронность. Когда, помните, когда в вашей жизни вы начинаете думать, вот хорошо было бы там с кем-то встретиться, или хорошо было бы пойти на танцы, и вдруг вы видите перед собой объявление, или ваша подружка звонит и говорит вам, слушай, а пойдем на танцы, или когда вы интересуетесь какой-то информацией или книгой, и вдруг внезапно она у вас оказывается перед глазами. Это означает, что вы вошли в такой уровень синхронности, когда ваши мысли уже очень четко прокачаны, и вы очень быстро подтягиваете для себя позитивные обстоятельства, которые помогают вам получать желаемое. Не успел подумать, а уже получил. У меня бывали такие люди, рерайтовцы, которые говорили, например, я сидел и думал, блин, куда бы мне пойти, где бы мне найти единомышленника, вот тут раз ваша реклама выходит. Вот эта история работает в разной ситуации, но если вы находитесь на низких частотах, то вы достаточно, то, скажем так, у вас будет очень хорошо получаться притягивать негативные истории. Что касается денег, деньги являются одной из самых серьезных фаз в жизни человека. Почему? Потому что мы живем с вами в материальном мире. И как ни крути, материальный мир – это мир денег. Но у нас же есть с вами некая определенная история, откуда мы выросли, какое было общество раньше. И, в принципе, достаточно много лет растили поколения, это касается наших родителей, бабушек, дедушек, где все хотели быть равны, где всех как бы сравнивали. И где понятия про богатых и бедных особо не было. Было понятие там про комсомол, да, ну, по-другому люди равнялись, не количеством денег. Это не выпячивалось никак. И тут вдруг начинается такая история. 90-е года, начинается перестройка, люди бросают свои работы, и кто-то едет в Турцию покупать миксеры. У меня просто очень много было таких знакомых у родителей, я знаю это, как люди ехали, и там, например, человек работал на какой-то должности, да, государственным чиновником, там, знаете, в кабинетах, решал дела, неважно, был бухгалтером. И тут вдруг едет за миксером и стоит на рынке. Ну, вообще, позорище какое-то. И у людей, у многих с этим был связан негатив, мол, я никуда не поеду, я останусь ждать, а эти все, значит, там, ну, фу, бе. И вот люди стали сильно делиться. Кто-то стал сильно богатеть, кто-то остался обычным. И, как обычно, началась история, что нужно теперь развешать ярлыки, кто хороший и кто плохой. Это моя версия. И с тех пор как раз история про то, что, как и сейчас, это очень модно, да, что вместо того, чтобы меняться, гораздо проще сидеть и дирижировать, сидеть на диване и рассказывать, как все неправы, да, вот футболисты, смотрим сборную страны, они же все мудаки, мы бы-то лучше сыграли, естественно, лежа на диване, да, они все мудаки, вообще бегать не умеют, ничего не умеют. И тогда начали наваливаться вот эти клише массово, что люди, у которых есть деньги, это барыги, это те, кто украли, это те, кто перекупщики, всячески стыдить деньги. И наше поколение, вот мне 37, мое поколение росло, по крайней мере, в нас достаточно плотно закатывали мысль о том, что деньги, это как бы не главное, деньги, это немножко стыдно, главное быть хорошим и честным человеком, но это-то все правильно, но деньги при этом покрывали стыдом. Если ты обладаешь деньгами, значит, тебе должно быть стыдно. Эти программы мы слышали отовсюду, с телевизоров, с разговоров бабушек и дедушек, с разговоров наших родителей, мы не помним, что происходило с нами, но наше подсознание чудесненько это все запечатало. Мы помним, как нам не купили велосипед, и как нам было стыдно, потому что родители, возможно, обсуждали, что не купить себе одежду, а вам что-то купить, в нас вызывали чувство стыда, я ради тебя все, отдаю тебе последние копейки, а ты такая неблагодарная. Рвала лосины, блин, было стыдно, потому что я помню, как я рыдала просто, потому что я понимала, что мама отдала, мне казалось, невероятно огромную сумму денег за лосины, а я их в первый же день порвала, и я считала себя невероятно плохим ребенком, плохим человеком, и даже думала о самоубийстве, потому что, ну как бы, мне казалось, ну я глобально говорю, что просто нельзя жить, нельзя быть такой тварью, если твоя мама купила тебе лосины, а ты порвала их дыркой. То есть насколько сильно мы в себя это все заламывали. И, конечно же, многие из нас росли с пониманием того, что деньги, вот лучше на их тему не говорить. Что испытывает наше подсознание? У него есть некие карточки такие, знаете, картотека, как в библиотеке. И когда мы затрагиваем любую тему, у нас есть некая вибрация, которая отдается, у нас в картотеке сразу подбирается, что мы по этому поводу чувствуем. Так вот с деньгами в большинстве у нас связаны история стыда, непонятно за что, и некомфорта. Я очень много лет занималась ивентами и обучала огромное количество предпринимателей. И практически у всех была одна и та же конкретная беда. Люди могли рассказывать о своем продукте, товаре, делать что угодно, но когда дело доходило до названия стоимости своих услуг, многие практически падали в обморок. А кто-то сразу же давал скидки моментально. То есть человек еще не знал, сколько это будет стоить, но человек, который продавал, заранее испытывал такой стыд, что он либо проговаривал сэллуа как-нибудь вот так, либо писал ее на бумажке. И история про деньги стыдна. Люди могут придумывать какие угодно истории, ситуации, почему они не могут что-то куда-то прийти, отказываются от дней рождений, не идут в гости, не идут на совместную вечеринку, но не могут произнести вслух, что я не могу тебе сейчас купить подарок. Все, что связано у людей с деньгами, очень у многих покрыто чувством стыда. Люди изворачиваются как угодно, но не могут говорить про деньги. Многие, принимая деньги, когда им дают в руки, не пересчитывают эти деньги, потому что это тоже дискомфорт. Есть люди, которые находят кошельки и не поднимают их, потому что отрицание денежных программ «я бедный, но честный». И вот этих вещей невероятное множество, огромное. В принципе, я бы могла сегодня говорить не только про деньги, а про все в нашей жизни, потому что сознание и подсознание управляют абсолютно всем. И первое, что вы должны осознавать, это то, что для того, чтобы решить кашу, которая есть в вашей реальности, а ваша реальность – это всегда отображение ваших подсознательных программ, вам необходимо понять, что вы готовы к этому решению. Вам необходимо осознать, что вы хотите навести порядок на своих полочках, будь это ваша личная жизнь, будь это ваши денежные программы, будь это ваша карьера, реализация, потому что очень редко я встречаю людей, у которых был бы порядок на всех этих полочках. Зачастую люди счастливы в личной жизни, но при этом проблемы с деньгами, люди имеют деньги, но при этом проблемы в личной жизни, у людей есть личная жизнь, но при этом нет самореализации и развития. Человек такое создание потрясающее, что ему необходима гармония, он ощущает себя счастливым тогда, когда у него есть гармония. Женщина должна, я не могу говорить про мужчин, про женщин могу, но для женщин крайне важно быть любимой, быть любящей, что-то из себя представлять, понимать, кто она, иметь какую-то свою реализацию, понимать, кем она является, иметь свой личный доход. На сегодняшний день иметь свой личный доход стало для женщины безопасностью. Безопасностью, потому что, когда у женщины есть свой личный доход, мужчина относится к ней зачастую с большим уважением, видя в ней личность, уважая ее за это. Я очень со многими мужчинами общаюсь, наблюдаю и вижу это. У мужчины совсем другое отношение, когда его женщина в чем-то развивается, и он понимает, что она не зависит от него. И поэтому необходимо развиваться во всех этих отраслях. Но я знаю очень много людей, у которых беспорядок абсолютно везде. И во многом, безусловно, история про деньги является ключевой. Потому что, когда, например, в семье, в отношениях, люди встречаются, любят друг друга, у них начинаются какие-то отношения, и начинается семья. И как только на почве денег начинают возникать проблемы, разваливается все. Разваливаются отношения, разваливается момент самореализации, потому что, если эта реализация не приносит денег, значит, человек испытывает дискомфорт, он начинает нервничать, он понимает, что как я могу этим реализовываться, если мне нечего есть. У нас это базовые потребности. А если еще появляются дети, то добавляется еще множество всяких штук и вещей. И хотите вы или нет, начинают возникать проблемы всех уровней. А происходит это по одной простой причине – по бессознательности. Потому что люди, когда живут, и когда у нас растили, нам никто не говорил о том, что мы сами управляем и создаем свою реальность. И что у нас есть такая суперсистема, которая называется «Мозг» – сложнейшая система в мире, сложнейшая, с помощью которой мы можем программировать и создавать свою реальность. Нам никто не говорил, что в мире есть два момента. Есть ключевое – энергия и сознание. И что наше сознание в квантовом мире управляет энергией. И что благодаря… Энергия – это все, что есть в мире, все, включая нас. Сознание – это только то, что есть у человека. И наше сознание формирует эту энергию посредством своих внутренних вибраций, посредством того, на что мы настраиваемся. А теперь представьте себе, что у нас есть, ну, в хорошем смысле, атомная бомба. Но мы не знаем об этом, и мы не знаем, что мы ей управляем. И мы с вами приходим в тир, и как обезьяна с ружьем стреляем по всему подряд. Просто вот так мы с вами живем. Потому что, если бы вы знали, что когда вы проговариваете вслух, что «я болею», вы болеете, когда вы вслух проговариваете, что «блин, вот я дебил», стерто-стерто, когда вы вслух говорите гадости на своих детей, когда вы вслух жалуетесь постоянно на проблемы, когда вы обсуждаете негатив, вы создаете в это время, а ваше сознание создаёт вокруг вас вот это энергетическое поле со всем тем, что вы говорите, вы бы относились к словам своим совсем по-другому. Ведь правда? Но и нет, об этом некогда узнать, некогда этому научиться, некогда подумать. Нет, мир-то вообще, нам бежать надо, срочно дела решать. И за счёт этого вы абсолютно бессознательно выстраиваете то, что у вас есть, а потом сидите и говорите, откуда у меня столько болезней, откуда у меня столько проблем, почему это со мной происходит, почему я притягиваю к себе только такое. Вот почему. Ответы на самом деле лежат на поверхности. И когда мы говорим о том, что у меня есть финансовые проблемы, это как раз история про многочисленное количество блоков, которые у вас запиханы буквально, и которые вы продолжаете в себя бессознательно заставлять. Когда вы начинаете говорить, да, это был ужасный год, многие сейчас пишут ужасный год, когда он закончится, денег не стало, у людей всё меньше, люди пишут, я даже, наверное, на декабрь отключусь от Фейсбука, потому что все будут писать эти чудесные отчёты, я только могу себе представить, сколько негативчика там будет. Да, есть другие люди, но если мы смотрим на массы людей, вы посмотрите на массы людей в своём окружении, то вы увидите это. А теперь представьте себе, когда человек берёт и формирует вокруг себя это больное пространство и не понимает, что происходит. Не понимает, что у нас с вами есть оружие массового поражения, по сути, и мы, как неумелые обезьяны в зоопарке, палим им. Вот что происходит. Но у нас есть возможность этому научить своих детей. Жаль, что этому не обучают с детства, и никто не учил. Вот смотрите, Оль, вы очень правильно говорите, но давайте забудем слово «жаль». Вот заметьте, мы, когда даже с вами получаем какую-то хорошую информацию, мы всегда находим причину, это вот наши уровни подсознания, чтобы найти что-то негативное, вместо того, чтобы сказать «Вау, как круто, что мы сейчас владеем этой информацией, как круто, что она нам доступна, ведь мы теперь можем, мы будем менять свою жизнь». Мы всегда находим «жаль, что я не знала об этом раньше». Жаль, что… Почему жаль? Нас так приучили. Во всём жаль, во всём проблема, во всём беда. Делишься с человеком чем-то хорошим, говоришь «Лечу на отдых», он говорит «А вдруг карантин и тебя закроют и не выпустят?» Вот заметьте, как только вы говорите людям что-то хорошее, они автоматически, ваши близкие, родные, которые желают вам удачи, вы приходите и говорите «Мам, я переезжаю в свою квартиру». Мама говорит «Ты же с ума сошёл, а если у тебя денег не хватит? А если выселят? А если тебя завтра уволят? А если… В смысле «Мам, я переезжаю в свою квартиру» или «Мам, я выхожу замш», а если он дурак, а если он маньяк, а если он тебя убьёт?» Подсознательные программы люди не соображают, о чём они говорят. Вы понимаете, что первый уровень – это уровень сознания, когда вы начинаете внимательно контролировать, а что я только что сказал. «Миллион людей из благих побуждений за день словом «паразит» говорят «беда». Ой, какая беда? Ой, да это у меня слово «паразит». Да, правда? Интересненькое у тебя слово «паразит». И разные такие, у меня что-нибудь, у меня такого нету, тоже такие вещи, вот эта вот фразочка про «ничего себе», я уже молчу просто, потому что «ничего себе» это уже просто. Я недавно еду, короче, в машине, в этой чудесной, и включаю радио. И вдруг радиодиджей говорит «Я сегодня такую услышал информацию про фразу «ничего себе». Я охренела». Думаю, господи, неужели по радио могут говорить такие умные вещи? Он об этом говорит, вслух разговаривает, и второй ему говорит «Ой, да хватит обращать внимание на всякий бред». Если мы будем фильтровать каждое слово, которое мы говорим, то в принципе далеко не уедем. Я думаю, да. Это в принципе всё, что можно о нас сказать. Задайте себе ключевой вопрос. Я хочу изменить свою жизнь. Это важный вопрос, который должен перерасти в решение. В решение сделать это или не сделать. Вот я для себя за последние 9 месяцев, которыми я плотно каждый месяц выпускаю своих рерайтовцев и плотно всем этим занимаюсь, я осознала, что ключевой момент всегда это в принятии решения. Готов ли я измениться? Готов ли я начать осознанно этим заниматься? О, всё хорошо. Готов ли я это сделать или не готов? Потому что всё остальное не имеет никакого значения. Именно в тот момент, когда вы принимаете решение, что у меня будут деньги, я готов поработать. Поработать над своими внутренними программами и убеждениями. Готов проинвестировать своё время и какие-то свои финансы в то, чтобы научиться это делать. У вас наразиты? То даже, приходя на какие-то марафоны, обучения, вы будете находить негатив во всём. Вы... Чё-то я отключаюсь. Вы будете продолжать во всём искать какие-то вещи, которые будут вас останавливать. Это уже будет разговор вашего обманщика, который у вас живёт в голове. Поэтому, прежде всего, вы должны осознать по поводу денег. Давайте вернёмся. По поводу денег. Интересные вещи. Первое. Каждый человек может быть богат. Абсолютно. Единственное, что отличает богатых и бедных людей, это их мышление. И первая черта – это желание меняться или нежелание меняться. Если это желание меняться, то следующая история – это готовность. Готовность – это всегда дисциплина. Дисциплина – это означает, что нам необходимо подчинить свои мысли, начать фильтровать, что мы думаем, что мы выпускаем. Каждая мысль сопряжена с эмоцией. Если у вас мысль какая-то проскакивает без эмоций, это ещё полбеды. Но любая эмоциональная мысль, она является мощной вибрацией, которая автоматом подтягивает, знаете, увеличивается, как пирожочек. У вас из гамбургера получается дабл гамбургер, а потом он растёт в геометрической прогрессии. Вы должны это осознавать и понимать. И в принципе, как по мне, нет ничего более увлекательного. Я вообще не люблю учиться, если честно. Вот никогда не любила учиться. Всегда была отличницей, но учиться не любила. Но я могу сказать, что нет ничего более интересного, чем обучение, не собирание информации. Не путайте. Вот собирание информации, это когда мы тут с вами говорим. А обучение, это внедрение. Это когда я превращаю свои знания в поведенческий фактор. Поведенческий фактор, это означает, что я не знаю, как надо питаться, а я так питаюсь. Что я не знаю о том, что нужно фильтровать свои мысли и делать ментальные практики, а я их делаю здесь и сейчас, каждый день. Вот это для человека является наиболее сильным сопротивлением. Я знаю много людей, которые уже читают, знают и общаются. Но я не знаю никого, кроме своих рерайтлсов, кто бы на постоянной основе каждый день практиковал. Вот честно вам скажу. Вот группу людей, вот лично, я не знаю больше никого. И я этим невероятно горжусь, потому что я очень хорошо знаю, насколько непростая эта фаза, вот спасибо вам большое, насколько непростая эта фаза из состояния собираться, в состоянии делать каждый день. каждый день. У многих огромный страх перед вот этим каждый день. Но вы должны понимать, что каждый день вы всё равно живёте и думаете. И каждый день вы создаёте свою реальность. Только вы создаёте её бессознательно, вы возмущаетесь тем, что вы имеете, вы недовольны, вам не хватает денег и так далее. Меня просили так выразительно не говорить каких-то вещей. Люди мне говорят, Олечка, ты так выразительно это говоришь, что мы это воспринимаем как негативные программы. Я не буду этого говорить. Но каждый день вы так или иначе делаете это. Вы не выключаетесь на это время. Нет. Вопрос в том, чтобы поменять эту проекцию и поменять свою реальность. Год назад, в это время, я сидела и не понимала, что мне делать со своей жизнью дальше. Это ещё не была пиковая точка моего дна, но она активно приближалась. Несмотря на мою энергию, несмотря на мои знания, несмотря на мой опыт, несмотря на моё трудолюбие, я ничего не могла поделать. Я была как рыба, которая активно билась каждое утро и практически убивалась. Не могла ничего понять, что происходит, почему, куда. И только, только, когда я всё-таки, видимо, задала себе правильный вопрос и соприкоснулась с тем, с чем я соприкоснулась, всё встало на свои места. И сегодня я знаю, что какой бы коллапс в жизни не начинался, какие бы вопросы не приходили, что это, решается всё вот здесь. Не с нужными людьми, не в нужном месте. Нет. Начало всегда здесь. Программируете вы всегда вот это и разбираете с тем, что у вас есть в вашей коробочке. Конечно, здесь есть два момента. Можно собирать информацию, не могу сказать, что мало на эту тему, не так много, как мусора, но если вы начнёте искать, вы найдёте. История только в том, сколько у вас есть кислорода и времени. Потому что собирать информацию можно долго, можно пытаться, можно делать что-то, можно получать какие-то результаты, но это будет хаос. И система всегда работает лучше. Я недавно вот в моём марафоне, который сейчас проходит в моей рерайтовце, он больше ни для кого не доступен, там будет очень много интересных занятий, заданий, и там очень много теме посвящено богатого и бедного мышления. И я вам хочу сказать, что в каждом из нас есть какой-то процент и того и другого мышления. То есть я пока не обнаружила в себе 100% богатого мышления. И это очень интересно, потому что я сразу же увидела зоны, над которыми мне необходимо поработать. И вот одна из форм богатого мышления, это той, которой я обладаю, это ценность своего времени, понимание того, что мне, например, гораздо проще купить что-то структурированное, я очень много на самом деле покупаю, потому что это важно. Это важно как бы черпать знания для того, чтобы создавать своё собственное что-то, для того, чтобы прогонять опыт и так далее. Если это уже изобретено, какой смысл снова изобретать лампочку. Так вот я вам могу сказать, что одна из форм богатого мышления это время, когда ты покупаешь уже готовое решение, то, что кто-то собрал, сделал, и ты можешь по этому пройти пути гораздо быстрее, нежели, чем ты самостоятельно будешь пытаться пробовать и так далее. и у меня, например, это присутствует. Я вам скажу больше, я вообще полюбила покупать. После того, когда я побывала в стадии бедности, я полюбила покупать, полюбила платить деньги. Мне понравилось быть человеком, который платит деньги, и мне понравилось быть человеком, который благодарит других людей за их труд деньгами. Я действительно испытываю от этого удовольствие. И если раньше я платила с чувством, Господи, опять платить, я ненавижу этих людей, да, всё время из-за этих денег проблема, то сейчас я плачу любой платёж с чувством того, что я богатый человек, который ценит труд других людей и в состоянии его оплатить и благодарит других людей за это. И это абсолютно офигенское ощущение. И я говорю всегда сейчас, что я хочу платить. Я хочу покупать то, что я хочу покупать. Я хочу, мне нравится платить деньги и знать, что у меня есть эти деньги, потому что раз они у меня есть, значит, кто-то тоже благодарит меня за мой труд и кто-то тоже мне платит деньги. Хотя ещё какое-то время назад во мне включилась программа, и я очень радовалась, что я очень многое получаю типа просто так. Наш мозг, он нас поддерживает любые наши установки на самом-то деле. Он готов поддержать и за здравие, и за упокой, и всегда нас оправдать. Вопрос в том, когда мы понимаем природу мира, когда мы понимаем законы Вселенной, тогда нам сложнее себя обмануть. И тогда мы понимаем, что если мы сосредоточены на том, чтобы не платить, если мы радуемся, что мы экономим деньги, то денежной энергии у нас очень мало, очень мало. Поэтому, когда мне часто говорят люди там о том, что ты не боишься, что там, мне даже часто пишут о том, что ваши, я же очень создавала много инфопродуктов, и мне пишут, вот ваши инфопродукты, там можно скачать бесплатно, там люди покупают их в складчину. Я говорю, на здоровье. Я точно знаю, что, во-первых, если это поможет человеку, что крайне редко, я буду очень рада, потому что, когда человек покупает не за полную стоимость, это почти никогда не помогает. Во-вторых, если это ему поможет, он разбогатеет, я буду только рада, значит, я сделала какой-то вклад в это дело. Плюс сейчас только в том, не только в том, а для меня плюс, например, в этом продукте, что ценность рерайтера жизни не в видео, ценность рерайтера жизни в чате, в том, что происходит вживую, в том, где есть я, где есть потрясающие люди, где все заряжают друг друга. Я не знаю, существуют ли еще такие чаты в каких-то марафонах, я не встречала. Я никогда не встречала, чтобы человек, который вел марафон, например, у него было много людей, он все время был на связи, отвечал в личку, там без всяких дополнительных пакетов и суперстоимости. Я, например, со своими ребятами всегда на связи. И для меня это важно. И мне иногда мой муж говорит о том, что, Оля, ну надо уже как-то тебе, посмотри, у тебя так много всех сейчас, очень много параллельно всего происходит, клубы, биг-клабы, тот марафон, этот поток, 20-й поток. Мне сильно повезло, наконец-то, назовем это везение. То, что сложно объяснить, проще назвать везение. Я делаю сейчас то, что я очень сильно люблю. Очень сильно люблю. И поэтому я не хочу от этого отдыхать. И я понимаю, что я сейчас занимаюсь даже не историей про футболку, продажу, что тоже, наверное, приятно и важно. Я понимаю, что я сейчас реально воздействую на жизни людей. И воздействуя на жизнь одного человека, объясняя одному человеку, донося до него какую-то истину, даже сегодня на этом эфире, я знаю, что завтра он может своему ребёнку сказать ту фразу, которая переломит его жизнь в лучшую сторону. И завтра, вместо того, чтобы сказать ребёнку, что там у нас мало денег, там мы бедные, успокойся, и у человека что-то кликнет в голове, и он заложит у своего ребёнка совершенно другую программу, а значит вырастет совсем другого человека. И для меня это очень ценно, невероятно ценно. И говорят очень часто, что для того, чтобы бизнес пошёл, очень важно найти ценность выше денег. Мне тоже в этом повезло, потому что я очень люблю деньги. Я никогда не говорила и не буду говорить, что я их не люблю. Я очень люблю деньги, они дают мне очень много возможностей, конечно же. Но вот это внутреннее ощущение, которое, его же не померяешь ничем. Понимаете, вот это когда говорят внутренняя пустота, или когда говорят внутреннее наполнение. Вот ты его не померяешь. Вот ты покупаешь какую-то вещь, новый телефон, новую машину, новую квартиру, а пустоту этим не можешь заполнить почему-то. Ну вот она по разным бывает причинам, по личным, по какому-то внутреннему ощущению. Вот это заполнение внутреннее, оно, конечно, сейчас меня мотивирует ещё больше, чем деньги, но я очень всем благодарна, потому что меня благодарят деньгами, конечно же, покупая мои продукты, и я не могу пожаловаться сейчас на отсутствие денег. Но тем не менее, внутреннее наполнение для меня мега важно. это то, что, знаете, вот в деньгах, когда я работала только с деньгами, присутствовала такая штука, мало заплатили. Ну то есть ты делаешь какую-то работу, у тебя ощущение, что ты отдал больше, чем тебе заплатили. Ты чувствуешь неблагодарность какую-то, у тебя есть усталость какая-то. Ты как-то меряешь всё равно деньгами. Ты думаешь, ёпсель, я столько работаю, это должно стоить других денег. Я не знаю, сейчас вы понимаете, о чём я говорю или нет, но есть вот такая несостыковка. У меня она была много времени, и я зарабатывала деньги, вроде бы и приличные, но очень часто чувствовала себя пустой, не понимая, что происходит. Сейчас это совершенно иначе. У меня сейчас всё время есть внутренняя заполняемость, и она мной движет сильно больше, сильно больше, чем деньги. Такой интересный момент, очень. Спасибо, Марин, читаю просто, что вы пишете. И это офигенное ощущение, я не знаю, как этому научить, честно говоря. Я понимаю, что это приходит только через раскрытие себя, потому что, чем больше мы себя начинаем обретать, понимать и двигаться, наверное, тогда это происходит с нами. Я не знаю, как это объяснить по-другому. Я много лет учила бизнесу, быть счастливым человеком, с бизнесом, но вот эту вот наполненность научить не могу. То есть понимаешь, что это приходит через что-то другое. Да, вы правильно говорите, что просто перешли на новый уровень. Да, но, наверное, не просто. Наверное, не просто, но перешла. К счастью, перешла. Это огромное счастье. Я не знаю, что это. Предназначение, это не имеет значения, как это назвать. Это просто история про то, когда ты чувствуешь, что ты стал на какие-то свои рельсы. И это мега важно. Поэтому разбирать себя, задавать себе вопросы, фильтровать то, что ты в себя пускаешь, невероятно важно. И тогда твоя реальность медленно, плавно начинает меняться. ты начинаешь понимать уже причинно-следственную связь, как все происходит в твоем мире, как твои мысли, как твое внутреннее состояние связано с проявлением в твоей реальности. Ты действительно видишь в этом взаимосвязь. И ты начинаешь себе все разрешать, потому что деньги это как раз проблоки, запреты, нелюбовь к себе, страх быть неудобным, ненужным, не таким, не сяким. Вот много всего. И я вам хочу сказать, что деньги и нелюбовь к себе это очень такие связанные штучки, очень связанные штучки. Я все время наблюдаю за своими дочками сейчас, особенно за своей младшей Евой, у которой проявление любви к себе высочайшее. И мальчики в школе носят деньги и подарки. Деньги и подарки. Каждый день Ева приходит или с деньгами, или с подарками. Она это принимает ну, типа, вообще так, как бы, типа, а что, типа, это не всем так, что ли, дарят? Ощущение себя совершенно другое. Ну, типа, оно не с короной, оно не, оно просто вот это нормально, быть, любить себя, жить, принимать подарки. Это нормально, я для этого создана. Вот я не знаю, как этот уровень создается, но мне мега нравится, мега нравится. И мне нравится, что это есть у моих детей, а я еще продолжаю работать в этом направлении, потому что я еще периодически какие-то штуки могу испытывать. Так, столько у меня понаписывали. Забирает много сил, когда работа не по душе. Да, это правда. Как быстро начинает меняться реальность, особенно в денежном плане, когда ты попадаешь в состояние потока высоких вибраций. А здесь нельзя сказать, вот как быстро. Тут, понимаете же, есть очень много составляющих моментов. На каком уровне вы сами находитесь, что в вашей жизни происходило, какие блоки. Это же не то, что ты словил ветер, и ты парус. Вы должны понимать, что это не история про скорость. За сколько я смогу похудеть на 5 кг, я успею к морю или не успею? Это история про принятие решений. Если вы принимаете решение, что вы точно будете это делать, то это точно произойдёт. И не имеет значения, это произойдёт через месяц или через полгода. Вот так же и с финансовыми целями. Вот я, например, приняла решение, что у меня будет новая машина, но она будет не при таких обстоятельствах, как раньше. Я ставила себе цель. Раньше, когда я составила любую финансовую цель, я выжимала себя, просто убивала себя и получала эту цель. Я вообще беспощадная была. Я больше, например, таких целей не хочу. Мы когда поговорили с моим мужем, вот уже на новых уровнях, мы приняли решение, что мы больше не будем развиваться от боли, мы будем развиваться от удовольствия. И мы будем развиваться, и когда у нас будут появляться эти ресурсы, а они неизбежно появляются, мы будем спокойно идти, совершать какую-то покупку, а не брать себя за горло, и потом не спать ночами, и придумывать. Вот понимаете, вот как только ты начинаешь себя сжать, всё, у тебя начинается стресс. И твоё подсознание читает, что, блин, хозяин в стрессе, хозяин в стрессе, надо срочно спасти. А стресс от чего? Деньги. Идите нахер деньги. Хозяин в стрессе от денег, пошли вон все деньги, стёрто-стёрто. Вот что происходит. Поэтому я немножко сейчас иду через другие вещи и рекомендую вам не жать себя, типа, какая разница, время всё равно пройдёт, понимаете? Оно пройдёт так или иначе. Но если вы примете решение это делать, вы этого момента дождётесь. А если нет, годы будут просто идти сами по себе. Так, говорите, нужно следить за словами. Как относитесь к тому, что говорят частицу, не лучше, не лучше не говорить, но я понимаю, как бы с данной частицей общаться. Не загоняйтесь. Это история про то, когда вы создаёте себе какую-то программу и говорите, например, «Я не болею». Вот здесь подсознание ваше не слышит «Не болею», оно слышит «Я болею», поэтому лучше говорить «Я выздоравливаю». Но вот это история про крайний. Я, например, не употребляю слово «крайний» и спокойно говорю «последний». Конечно, очень важно, что вы в это вкладываете. Я всегда против каких-то крайностей. Просто вы должны понимать смысл того, о чём говорится. Если мы проговариваем аффирмацию, аффирмация – это то, что может проговариваться там 50-100 раз в течение 5 минут, то, конечно, лучше не употреблять частицу «Не», а заменить это каким-то другим словом. Но если вы просто говорите в разговоре что-то и постоянно фильтруете, чтобы где-то не сказать частицу «Не», частица «Не», не сломает вашу жизнь, понимаете? Так, у вас получилось доносить информацию до людей, чтобы хотелось менять жизнь. Спасибо большое. В рерайтер-клубе уже больше полугода, изменилось. Ой, Женечка, невероятно другое состояние. Спасибо, моя хорошая. Так, у меня тоже, но после онка я проснулась после 8-часового наркоза и поняла, что то, что произошло, выше и сильнее тебя. И с тех пор уже 5 лет чувствую полную гармонию с собой миром. Вы из тех представителей людей, которых я всё время ставлю в пример, потому что онка — это, конечно же, история про то, как Вселенная тебя любит и про то, каким образом она всё-таки пытается тебя разбудить и изменить. И онкологические заболевания многократно, мы уже это видим, меняют людей. И для многих людей, к сожалению, изначально нужно вырастить в себе опухоль своими мыслями, своей психосоматикой для того, чтобы потом начать исправлять это и понимать ценность жизни. Поэтому вы огромное молодец, что вы это прошли, но тем не менее ко всем я обращаюсь, что не превращайте, не делайте этого с собой, потому что, когда вы начинаете внутри себя не работать, а внутри себя выращивать всякие программы, установки и не разбираться с тем, что с вами происходит, то, конечно, вот такие истории происходят. И, к сожалению, для кого-то они заканчиваются не так круто. Так, еще с возрастом приходит размеренность. Вы знаете, я думаю, что это тоже не совсем с возрастом. Вот мне кажется, что возраст, это история про, ну, это что-то другое. Вы знаете, есть такие маленькие дети, на которых страшно смотреть. Ну, не то, что страшно, наверное, как-то я некорректно сказала, но они такие серьезные, они как старички маленькие, они такие, прям ты смотришь, а тебе не по себе, он тебя взглядом сверлит, он уже все знает, он уже все видел, он уже такой вот. Я думаю, что возраст, вы же помните, что это телесная оболочка. Думаю, дело все-таки в чем-то другом, но приобретенный опыт, вот здесь вы правы, потому что опыт, безусловно, нас меняет, и, безусловно, опыт нас делает, ну, другими, да, в зависимости от того, что с нами происходит, и это к счастью. И, конечно же, уходит у многих из нас, к счастью, дурость, глупость, но классно, когда не уходит настроение, когда не уходит желание жить, когда не уходит эта молодость внутренняя, это круто. Я сейчас хожу на реабилитацию, там у меня забавные, классные ребята, и что-то я им вдруг ляпнула, я не знаю с чего, что и чем занимаешься, я в шоу-бизнесе была. Ну, блин, ребят, я там сто лет уже не была. Они пошли смотреть мои клипы, значит, там все, и я прихожу, они мне говорят, Ольчика, сколько лет это назад было? Я говорю, слушай, ну, там каким-то клипом 17 лет назад, какие-то 15 лет назад, самые-самые, какие-то 20, нет, 20 нету, ну, 18 лет. Они мне говорят, ну, врут, конечно, наверное, хотя давайте не врут. Говорят мне, слушай, ну, ты реально практически не изменилась, ты типа что, в капсуле спишь, ёпси, ну, так приятно стало. Я говорю, ну, типа, добрете. А потом они как-то так начали, я думаю, посмотрела так на себя со стороны, думаю, блин, ну, реально так, и не то, чтобы сильно изменилось. Так, две минуты мне показывает Инстаграм. Саш, я рада, что у тебя тоже поменялось, поскольку мы с тобой много лет знакомы. Ребят, у нас осталось две минуты. Итак, для тех, кто еще не был на Рерайтере, если здесь таковые есть, у нас сейчас идет продажа пробной версии за 5 долларов, куда можно к нам присоединиться и посмотреть, как это все работает. Мы стартуем 1 декабря. Сегодня, вот конкретно в этот день, когда у нас идет эфир, у нас есть спецпредложение, вы можете посмотреть его на страничке по ссылке на Рерайтере, для тех, кто покупает Рерайтер жизни непосредственно сегодня, в день Черной Пятницы. Я могу сказать вам одно, работайте над собой, это самое интересное, это, не могу сказать, что не надо делать все остальное, но могу сказать, что с этого явно стоит начать или поставить в приоритет, потому что, когда вы выстраиваете свой мозг, когда вы понимаете, каким образом вы можете влиять, и влияете на свою реальность, становится жить интереснее. Да, не все сразу получается, да, не все так быстро, но, блин, получается же, и это самое классное. Поэтому, я очень рада, что я вернулась в эфир, я обещаю, что буду выходить теперь часто, как и выходила, я наконец-то зафиналила большую работу, и теперь могу спокойненько жить, и знать, что все, теперь я могу продолжать светить, греть, заниматься тем же, чем я тоже люблю заниматься. Поэтому, такова жизнь, спасибо вам огромное, всем за теплые слова, рада была вас всех видеть, ну и, собственно, до встречи на Рерайтере жизни в клубе, кто у меня был в Рерайтовцах, еще не в клубе, присоединяйтесь, я вас всегда жду. Все, всех обнимаю, пока.